Всем привет, с вами Боди. И давным-давно, испокон веков, испокон веков, я забыл, что я хотел сказать. Были такие челленджи, как джуманжу, ой, подождите, это кино. Были такие челленджи, как угадай песню по эмодзи. Правильно? Правильно. И вы должны понимать то, что у нас его не было уже давным-давно. Так что настало время, да, время пришло, чтобы пройти этот челлендж. Ребята, просьба, подписывайтесь на инстаграм, потому что скоро я буду делать, люди, зрители управляют моей жизнью. Это старый челлендж, но нам надо это сделать на 150 тысяч зрителей, потому что там пока что мало. У нас там только 114 тысяч, а надо 150 тысяч зрителей. И вы меня спрашивали, как я добавляю в друзья. Ребята, я добавляю в друзья всех, кто лайкит, репостит, комментирует, все записи ВКонтакте. И у кого включено уведомление о моей страничке ВК. То есть вот на колокольчик ВК нажмите, чтобы когда я выкладывал посты, вы сразу их лайкали. И самых активных в конце двух недель я добавляю в друзья. То есть вот сегодня я уже добавил 10 человек. Поэтому, ребята, если хотите, то можете быть активными, чтобы я вас добавил в друзья. И чтобы у вас были включены колокольчики, ВК и на Ютубе. Так что давайте не будем отталкиваться от челленджа. И погнали угадывать челлендж по эмодзи. Да. Так. Ай, громко. Давайте перемотаем. Ну. Да, господи, реклама. Почему реклама? Где эмодзи? Ссылка в описании. Во. Всем привет. Дайте мне угадать челлендж. Так. Где тут? Так. Погнали. А мы начинаем. Ой, точно. Шампанское, шампанское. Девушка, которая танцует. Луна, которая смотрит на спящую луну. И луна, которая улыбается. Да подождите, я не могу. Тут за 10 секунд хрен угадаешь. Подождите, а че это может быть? Дайте мне пьяным подвигаться. Баканами, че-то бокалами лечит. Несите меня на танцпол. Вот это? И мы снова пьем, днем. Да, ну. Ну, это непонятно, это трудно. Жарахову просто нарисовали, я бы понял. Так, хорошо. Мужик, который... Да вы годите, я не знаю, что это. Я реально здесь тупой. А че это может быть? Давайте чисто логически помыслим. Старый мужчина, примерно, ну, лет 30, указывает на дождь. Я не знаю, что это. Который хочет зарезать чувака. Подождем. Идеально. Ну, давай, удиви меня. Да ладно, блин, я же на тебя кавер делал, Фрауон. Иди сюда, всегда смарт я, как вода. Иди сюда, всегда смарт я, как вода. Иди сюда. Так, я угадаю, спорим? Нет, не спорим, я не угадаю. А, с самолетами, с самолетами, с самолетами мы с ней улетели на самолет. Вот это, да, песня, наверное? Я вообще набум ее придумал сейчас. Да отвалитесь, пожалуйста. Да, ну, ребят, ну, я не знаю. Спорим, вы угадали, а я вот нет. Мы же недавно проходили чейндж, где была эта песня, но я ее не слушал. О, господи, страшно. Да жесткий смайл второй. Смотрите, девушка угорает в горло. Над мужиком и молятся ему. Это самое лучшее описание по смайлам. Ну, ребят, простите, не знаю. Подожди, да хоть раз-то я угадаю. Вообще трудно, но это бипец, это ненормально. Да отвалите, ну вот просто, ну это как? Где там было помоги? Где вот было помоги мне? Это не помоги, это называется молиться. А помоги это хотя бы сос. Вот вступили, реально. Меня прям так напрягает. Ну вот как так можно было угадать? Помоги мне, сломанные стены. Мы вне системы. Вот просто отвалите. Че это? Ну я не знаю, че это. Ну это, короче, какой-то младенец, который стал королем. В тридевятом царстве, в тридевятом государстве. На него смотрели зрачки и голуби. Все. Все. Маленький при... С башни огромного замка Стрел на птиц. Я че-то знаю эту песню. Че-то намекает она на что-то. Да блин. Ребята, а вы хотите сказать то, что вы уже поняли? Ну вот скажи, если вы поняли, скажите мне. Вот как вы мне можете сказать? Я обрадовался. Я думаю то, что это... Че-то про любовь. Отвалите просто. Да господи, их уже четыре. Вы че смеетесь, что ли? Что это означает? Что это? Я не хочу тебя, да? Типа нет. Отстань. Ааа, может быть это? Я не дам, я не дам, я не дам. И не проси. Я не дам, я не дам. Лучше ноги у Найси. Она? Да если это не она, я не знаю, с чем тогда. Правда эта песня старая очень. Я понял. Самый лучший ченнж в моей жизни. Я просто вздохну и промолчу. Цветочек. Смотрит на девушку, которая влюбилась в другой цветочек и целует этот цветок. Красиво и идеально. Не забуду, как твой... Это я молчу. Любимый цветок, воздушный поцелуй, станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Что любить могут одни девчонки. Как мы поняли, вот этот знак означает помоги мне. Окей. Да хоть раз, дай мне угадать. Смотри на девушку, которая кричит сос. Которая кричит помоги. Танцует перед звездой. Я мега звезда. Если это так, я угорать буду. Или нет? Да отвалите от меня! Многодетная семья. Вот все, что я понял. Я не знаю, не спрашивайте, не знаю я. У тебя две дочки. Да ладно, отвалите! Ну как так можно? Да вот вообще! Не додумался бы никак. Вот давайте посмотрим. У тебя две дочки. У тебя две дочки. На тебя похожи. Лиза и Настенька. У меня две тоже. Виза и Мастер-кардзинь. Ну да, это более... Это... Ладно. Я не знал просто. Я, 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 да. У тебя две дочки. На тебя похожи. Лиза и Настенька. У меня две тоже. Виза и Мастер-кардзинь. Все? Да я не знаю. Я не знаю. Давайте пить эффекты. Я же кричу тебе. Помоги мне. Не угадал ни одного челленджа. Вот сейчас проявлялись мои дуалистические способности. Поэтому не обращайте внимания. Идем дальше. Если что-то говорить по поводу этого челленджа, то я вообще, ну, просто не мог угадать этот челлендж. Это самый, наверное, сложный челлендж, который был в моей жизни. Это просто... Ну, это жесть. Согласитесь, это была полная жесть. Я просто не знаю, что еще здесь дополнить. Поэтому, ребят, если хотите, то поставьте лайк. Можете подписаться на канал. Но это, 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 это не челлендж. Это зверство. Надо мной издевались просто весь челлендж. Я себя чувствовал весь челлендж дебилом. Вот скажите, пожалуйста, кто-нибудь угадал этот челлендж? Вот если вы не угадали, то у него удивляйте. Я точно так же себя чувствовал. Вот. А те, кто угадали, молодцы. Ну нафиг. Короче, если хотите, чтобы я добавил у вас, друзья, то просто лайкайте, репостите и комментируйте все записи ВКонтакте. Стрим скоро будет 15 марта в 18.00 или 19.00. Поэтому, ребята, если хотите, то можете как бы прийти на стрим. И самое главное, подписывайтесь на Инстаграм. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Да.